Добрый вечер и с днем вышиванки Всех наших телезрителей в Киеве сегодня Очень цветасто, ярко и нарядно Ну а я должен сказать, что Я думаю, что рано еще списывать со счетов Верховную Раду и собственно О Роспуске говорить тем более Рано Я думаю, что со временем И собственно позиция господина Зеленского Прояснится, потому что Его вот сейчас позиция троллинга И вы сменю всего и вся То, что ему знакомо Из его предыдущей ипостаси Она разобьется О суровую и твердую скалу Реальности, ему придется договариваться С различными силами Верховной Рады А выдвижение Вокорчука Это тоже какой-то олигарх? Потому что у нас как-то принято говорить Что если кто-то на Украине Выдвигается, неожиданный человек Тем более из такой артистической среды То кто-то обязательно его двигает Кто-то стоит за спиной Во-первых, Вячеслав Вокорчук является Самым, наверное, узнаваемым Самым популярным Украинцем вообще Ему не нужно Я бы сказал, даже более популярный В Зеленске Этому человеку не нужна Никакая религархическая поддержка В целом его симпатии Я думаю, на стороне Уходящего президента Петра Порошенко Те вот слухи о том, что Порошенко стоит якобы за Вокорчуком Я не разделяю Я считаю, что Вокорчук Вполне возможно Может состояться Как независимая сила Но главное препятствие На этом пути для славы Будет сам Слава Вокорчук Потому что он показал себя Увы, во время предыдущих выборов Как нерешительный политик И ему будет очень сложно Себя реабилитировать Можно ли ожидать сейчас Что Рада Вот в эти месяцы В эти самые напряженные месяцы Будет ставить Зеленскому Палки в колеса И не будет позволять ему Назначить никого практически Потому что Ну крайне парламентско-президентская Система власти И Рада может заблокировать Практически любое начинание Президента Я бы не стал Столько категорично Называть это Палками в колеса Я думаю, что Если мы говорим в частности Сейчас про действия И входящего президента Господина Порошенко То, что считается Абструкцией И называется Абструкцией команды Зеленского Всего лишь является На мой взгляд Пыткой укоренить И сохранить Те завоевания Которые по Я думаю По заслуге Можно записывать И записывать На свой счет Господин Порошенко Это, конечно же Ассоциация Свободная торговля С ЕС Это безвиз Создание коалиции За санкции Против России Сотрудничество С НАТО И, конечно же Двухпартийная поддержка Украины В Соединенных Штатах Америки Это серьезнейшее Завоевание И украинский Эстаблишмент Изрядная доля Украинского Эстаблишмента Политикума Всерьез взволнована Перспективой Своего рода Такого русского Реванша Со стороны Зеленского Я не склонен Столь Скажем так Истерично Это рассматривать Что это будет Реваншем Пророссийских сил Но, тем не менее Взволнованность На тему того Что может произойти Вот такого рода Откат есть И поэтому Все, что мы сейчас видим Это борьба За идентификацию Украины За то, чтобы Украина Оставалась на пути В сторону евроинтеграции Скажите, пожалуйста Вот сейчас Можно ли Вот в этот момент Когда же Инаугурация обозначена Ожидать От Зеленского Ну, хотя бы Какой-то Уже Не отшучивания А хотя бы Какой-то Очень Последовательной Программы Причем Программы По ключевым вещам Это война На Донбассе Это отношение К закону О языке Который Тоже сейчас Такая Головная боль Вот такие важные вещи По ним уже нужно Высказываться Совершенно определенно Он же ведь может Высказываться Как президент А не как человек Который с метлой Выгоняет Порошенко Что бы мы видели В первую очередь Зеленскому нужно Показать Убедительно показать Что он не зависит Ни от каких олигархов Про олигархов Я говорю Конечно же Про Игоря Коломойского Игорь Коломойский Имеет потенциал Стать Своего рода Альбатросом На шее Новоспеченного президента Зеленскому Нужно показать Свою независимость А также нужно Конечно же Окружить себя Грамотными И правильными людьми Важность команды Здесь превыше всего Приведу Простой такой пример Американского президента Рональда Рейгана Который был Во многом Даже похож был В жизни на пути С господином Зеленским Он был актером Известным актером Голливуда И собственно Не был столь Сведущ вопросов политики Несмотря на то Что он был Губернатором Штата Калифорния Он не отличался Собственно Особой остротой ума Но имел Так называемую Эмоциональную Интеллигенс Эмоциональный ум Это О чем тут речь Это речь о том Что он мог Сколотить Хорошую команду И мог Этих людей Позиционировать так Что они работали Вместе конструктивно Как team players И для Зеленского Сейчас это очень важно Да Спасибо большое Питер Залмаев Директор Евразийской демократической Инициативы О последних событиях На Украине Напомню Что туда вернулся Игорь Коломойский И Рада Наконец Назначила Инаугурацию Зеленского На такую дату После которой У него еще остается Возможность Распустить То самое Верховную Раду Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok